Специалисты газа, дымозащитные службы первыми входят в горящее здание, проводят разведку и спасают людей. И только потом начинается тушение огня. Сегодня лучшие команды пожарных со всей области приехали на соревнования, которые прошли на стадионе Прометей. Прохождение в изолирующих противогазах дымовой камеры в единой связке – один из этапов соревнований. Причем при полной экипировке, а это около 25 килограммов, и на время. Строгое жюри замечает все неточности, даже то, как подаются команды. Один пожарный, постовой звена, всегда остается снаружи. Он следит за тем, чтобы у тех, кто вошел в горящий дом, хватило воздуха на обратную дорогу. Связь с командиром по рации. Постовой звену, пострадавцу я обнаружил. Звена вас понял, пострадавцу я обнаружил. Все упражнения выполняются в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и с баллонами воздуха за спиной. Это зависит, знаете, это зависит, во-первых, от какой пожар. Если ничего такого, как говорится, серьезного нет, то работаем без аппаратов. Если можешь зайти, допустим, что задымление не такое сильное, работаем без аппаратов. А когда уже идет угроза людям, там уже непосредственно включаемся в аппарат и заходим, работаем. На газо-дымозащитников возлагаются трудные задачи. Спасение людей, проведение разведки пожара и его тушения в непригодной для дыхания среде. Конечный результат зависит от уровня подготовленности, организации службы и ее технической оснащенности. На следующем этапе соревнований нужно быстро и правильно надеть так называемую петлю на пострадавшего. Участники признаются, что дело это не такое сложное, но потренироваться не помешает. Честно говоря, за сколько я работаю, за 16 лет спасать кого-то не приходилось. Вот именно, что спускать на веревки обычно выносим на руках. Ну, так вот получается. А нет, а вот так вот в жизни нет, не приходилось ни разу. Слава Богу. Слаженная и четкая работа зависит не только от мужества и самоотверженности спасателей, но и от профессионального мастерства. И на реальном пожаре навыки, отточенные на постоянных тренировках и подобных соревнованиях, не подведут. Валентина Палкина, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.